Сегодня 13 декабря. 105 лет назад, 13 декабря 1914 года, Самарская газета «Городской вестник» опубликовала отчет о пожертвованиях в пользу семей, чьи мужья и дети были призваны на фронт. Самые крупные отчисления по 1 тысяче рублей сделали гласные Самарской городской думы Альфред фон Вакана и Лука Ясенков. Впрочем, были и коллективные пожертвования. Свои средства фонд помощи передали рабочие, задействованные в постройке Самарского трамвая и сотрудники электростанции. 13 декабря 1971 года в Москве состоялась премьера кинокомедии «Джентльмены удачи». Картина имела огромный зрительский успех, ее посмотрело свыше 65 миллионов человек. В советском прокате 1972 года «Джентльмены удачи» уверенно заняли первое место. Поздравление с днем рождения сегодня принимает депутат Самарской губернтской думы Галина Ефимовна Козловская. Также 13 декабря были рождены советский актер театра и кино Николай Рыбников, советская российская певица и актриса Людмила Сенчина, казахстанский российский певец и композитор Мурат Насыров и другие знаменитости. В народном календаре сегодня Андрей Зимний в память апостола Андрея Первозванного. На Руси в этот день, как собственно и накануне, крестьяне слушали воду, но не только в колодцах, а также в реках и озерах. Если вода стояла спокойно, это предвещало теплую, без метели зиму. Если же слышались гудения и стоны, нужно было ждать бурь и сильных морозов. Таким было 13 декабря в истории. Восхитительного настроения вам и успехов во всех начинаниях! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!